МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мариинско-Посадском районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Во обсуждение принял участие глава Чуаши Михаил Игнатьев. Первое полугодие Мариинско-Посадский район завершает с неплохими показателями. Сохранились сбалансированность и устойчивость в бюджетной сфере района. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась сумма налоговых и неналоговых доходов. Этому способствовало открытие новых предприятий малого и среднего бизнеса. Отраслевая структура, распределение малых и средних предприятий, свидетельство о развитии предпринимательства, преимущественность в сфере торговли и общественного питания, что составляет 34,4%. Сельское хозяйство в общем объеме составляет 14,1%. Промышленность 12%, строительство 5,8%. Вырос объем отгруженных товаров собственного производства, увеличилась средняя заработная плата, сократилось количество безработных граждан. В ближайшей перспективе в районе планируется открытие асфальтобетонного завода. В муниципалитете продолжается капитальный ремонт домов и дворовых площадок. Успешно реализуются инвестиционные проекты, активно вводятся в оборот заброшенные земли, растут показатели производства мяса и молока. Государственную поддержку по программе «Начинающий фермер» в размере 3 миллионов рублей получили три хозяйства. В 2017 году в Марпосаде планируется ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов. В районе завершается строительство автомобильной дороги Марпосад-Кушниково. Результаты, которыми сегодня гордится район, были бы невозможны без совместных усилий. У района большой потенциал, и от того, как мы объединим усилия, зависит будущее района, отметил глава республики. Ваша инициатива, когда есть, она всегда будет поддержана. Нельзя отставать, нельзя опаздывать, тем самым вы теряете привлечение инвестиций. Вот так надо работать, чтобы Марпосадский район был в числе, допустим, лучших районов республики. Развитие сферы туризма открывает перед малым и средним бизнесом дополнительные перспективы. Интересное предложение бизнес-сообществу сделал министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Константин Яковлев. Минимум вложений помогут вдохнуть новую жизнь в памятники архитектуры, находящиеся в весьма плачевном состоянии. Уважаемые бизнесмены, предприниматели, за рубль можно взять сегодня эти объекты культуры наследия. Вы можете их реконструкцией сделать, ремонтировать, использовать для своих нужд. Это очень выгодное сегодняшний день предложение. Радион Архипов, Олег Якимов, Республика. Назначен новый защитник прав предпринимателей. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о назначении Александра Рыбакова, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской республике. Александр Рыбаков рекомендован предпринимательским сообществом республики Минэкономразвития Чувашии и Торгово-промышленной палаты Чувашской республики. Вчера, 3 августа, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов уже согласовал его кандидатуру. Михаил Игнатьев обозначил основные вопросы, на которых следует заострить внимание новому бизнес-амбудсмену. Вы в курсе всех тех вопросов, которые есть в реальном секторе экономики, у малого и среднего бизнеса. И все точки зрения, и Борис Юрьевич рассчитывает на вас, и мы рассчитываем на вас, Александр Николаевич, чтобы вы своим аппаратом, своей командой, бизнесу, общество, малого и среднего бизнеса, прежде всего, могли дать дополнительные стимулы для того, чтобы наши предприниматели могли привлекать в небюджетные источники, могли открывать новые предпринимательские производства. Глава республики пожелал Александру Рыбакову результативной и эффективной работы. Александр Рыбаков, в свою очередь, заверил, что готов отдать все силы и знания о работе для соблюдения прав и законных интересов предпринимателей и развития экономики Чувашия. Сегодня сотрудники прокуратуры Чувашии отмечают юбилей. 95 лет назад было образовано ведомство, которое следит за безукоснительным исполнением законов. История прокуратуры Чувашии неразрывно связана с историей республики. На съезде деятелей юстиции в декабре 1921 года впервые был рассмотрен вопрос о создании в Чувашской автономной области прокуратуры. Понадобилось полгода, чтобы сформировать штат ведомства. Первым прокурором стал Александр Лбов. Сегодня эту должность занимает Василий Пословский. Верность долгу и высокий профессионализм, принципиальность и ответственность, чуткость и внимание к людям – это те качества, которые позволяют прокурорским работникам оперативно решать поставленные задачи. Главное – преданное служение закону. Долг и честь у этих людей в мундирах всегда оценились превыше всего. Сейчас в аппарате прокуратуры республики работает 386 человек. Ветераны ведомства в особом почете. Когда были сложные времена, тяжелые годы, ветераны принимали всегда решения, давали правовую оценку, когда были разные правонарушения, разные преступления и всегда подходили по закону и по совести. Потому что несовершенство законодательства было налицо и нашим сотрудникам прокуратуры, ветеранам приходилось принимать ответственные решения для того, чтобы защитить права граждан и защиту обеспечить интересы государства. Борьба с преступностью и коррупцией, обеспечение экономической безопасности, противодействие экстремизму и терроризму – по-прежнему главные задачи ведомства. Особо отличившимся сотрудникам глава Чувашии вручил награды и благодарности. Транспортная реформа в Чебоксарах вызвала большой общественный резонанс. Оптимизацией сети занималась Санкт-Петербургский институт транспортной инфраструктуры. Все свои предложения специалисты уже озвучили и неоднократно. Сделан первый шаг. С 1 августа в Чебоксарах отменили 4 маршрута. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Ладыков. Как уехать из одного микрорайона в столице, проверила на себе наша творческая группа. Остановка улицы Дементьева находится почти в самом центре Садового. Но здесь ходят всего два автобуса – второй и двенадцатый. Временной интервал большой, поэтому дождаться транспорта могут не все жители. Ну неудобно никак. Я, допустим, больной с ногами, я хожу где-то минут 50. Это туда вниз спускаюсь. А если оттуда мне в больницу нужно идти, там три километра. У меня есть шагомер специальный, понимаете, купил. Вот он, вот этот шагомер, могу даже показать. Он показывает километраж. Альтернатива автобусам маршрутки. С остановки Кошкина, куда, собственно, и устремляется весь поток жителей Садового, ходят 30-е, 331-е и недавно отмененная 65-е. 65-е маршрут закрыли, а вы все еще ездите. У нас все документы в порядке до 21-го года, что ли. Этот маршрут необходим вообще. Необходим просто. Как люди будут туда ездить? К остановке 65-е подъезжают с завидной чистотой. Каждые 2-3 минуты. Нам сказали, не отменили, мы ездим. Наша начальство сказала, ездите. А проверки какие-то есть, останавливают вас? Пока нет. На сохранение маршрута настаивают и сами местные жители. В данном случае нельзя, мы вообще отсюда тогда не выйдем. Они же оттуда едут, хотя бы тех берут. А потом мы вообще не можем садиться. Пускай ездят, нам они нужны. Представители перевозчика интервью на камеру давать отказались. Но показали свидетельство об осуществлении перевозок по регулярным маршрутам. Срок окончания 2021 год. Перевозчик уверяет, аннулировать свидетельство может только суд. За комментариями мы обратились в управление Государственного автодорожного надзора. Пучевашия. Федеральный закон 220-й, как раз об организации регулярных перевозок, он вышел 13 июля 2015 года. И, к сожалению, администрация города в течение двух лет вопрос этот затянула. И нужно было принимать сначала документ планирования, который в соответствии с 220-м законом является основой для всех дальнейших действий. Вот, к сожалению, документ планирования до сих пор не принят. Многие нарушения законодательства сделали. И теперь и мы судимся с перевозчиками, перевозчики судятся и с нами, и с администрацией. Вот пока вот эти судебные решения не пройдут, и пока нормальный документ он не будет принят, к сожалению, вот такая ситуация у нас нехорошая сейчас сложилась. У администрации столицы своя версия. Свидетельство на осуществление регулярных пассажирских перевозок, маршрут номер 65 аннулированных, и с этим тоже маршрут 65 закрывается. 65 является пересадочным маршрутом, на 80% дублирует схему движения автобуса номер 3. Тройку вообще не дождешься. 14-й только по выходным. А так? Хотелось бы, конечно, чтобы еще чего-то пустило сюда. Столько народу. Дождаться тройку на этот раз удалось. По подсчетам нашей съемочной группы, люди стояли на остановке почти полчаса. Автобусов не хватает, денег нет, запчастей нет, чтобы покупать. Наш социальный эксперимент завершился. Когда примут тот самый документ планирования, пока неизвестно, какие маршруты все-таки отменят, тоже. В системе общественного транспорта столицы неопределенность. И все это в первую очередь сказывается на жителях, которым только и остается рассчитывать время и терпеть неудобства. Татьяна Леонтьева, Рена Гавилян, Республика. Стимулирование рождаемости – одна из основных задач социальной политики правительства страны. Предпринятые ранее меры, такие как введение федерального и регионального материнского капитала, пособия на третьего ребенка и других, привели к позитивному результату. На протяжении нескольких лет наблюдался рост числа рождений. Но в связи с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста, предпринимаемые в демографической сфере шаги нуждаются в определенных коррективах. И в первую очередь здесь важно знать мнение граждан. Минтрут России разместил на главной странице официального сайта анкету в разделе «Участвуйте» по адресу www.rosmintrut.ru. Содержание опроса направлено на выявление мнений жителей по поводу действующих мер и сбор предложений от семей с детьми. В Чувашии приступили к уборке урожая азимых. Обычно первыми в поля выходят на юге республики. Но в этом году старт уборочной кампании был дан в Урнарском районе. Начались пока с не очень распространенной в республике культуры азимого рыжика. Необычный на вид колосок считается весьма ценной культурой. Незатратные выращивания многофункциональны в использовании. Рыжик масличный высадили по весне в Урнарском районе в агрофирме «Сонары». Сейчас убрано 75 гектаров. Урожайность составляет 10 сантиметров с гектара. Хозяйство работает минимальной технологией, а также нулевой технологией. Мы его говорим на утил, по-другому прямо и по себе. Хозяйство не пашется фактически. Вот картофель только пашем. Поэтому еще в Буроте очень нужны такие культуры. Вот и решили, как бы, ну читаем, ездим по России, по регионам. И пришли к такому выводу. В Бензинскую область ездили, посмотрели, хотели перевезти и получить чистую прибыль. Азимый рыжик по вкусу напоминает горчицу. Его можно использовать в пищевых целях. А еще из него делают техническое масло, являющееся составной частью биотоплива. Им можно заправлять даже комбайны. Специалисты сельхозпредприятия с большим интересом изучают новые культуры, стараются включить их в свой севооборот. В столице Чувашии продолжается чемпионат России по тяжелой атлетике. Напомним, что он является отборочным. По его результатам будет сформирована команда, которая примет участие в мировом первенстве. Наша землячка Наталья Хлёсткина стала абсолютной чемпионкой России. Об этой и других победах в нашем репортаже. Эта стройная молодая девушка с трудом ассоциируется с тяжелой атлетикой. Тем не менее, Наталья Хлёсткина, воспитанница Чебоксарской спортивной школы имени Валерьяна Соколова, бьет рекорды. В свои 25 лет она абсолютная чемпионка России и дважды обладательница Кубка Европы. В категории до 58 килограмм ей не было равных. 91 килограмм в рывке и 108 килограмм в толчке. Победа на нынешнем чемпионате России обеспечила ей путевку на чемпионат мира, который будет проходить в Америке. Конечно, рада. Очень важные соревнования. Это главный старт года российских соревнований. Обрадовалась. В принципе, к этому и готовилась. И очень довольна тем, что смогла подтвердить свой титул. Популярность растет у тяжелой атлетики. Хочется, чтобы больше занималось молодых ребят, девчонок. Спорт очень интересный, очень увлекательный и очень дисциплинирует. Хотелось бы, конечно, чтобы и в Чебоксарах, и в Чувашии больше занималось ребят. Не боялись. Родители отдавали в секции. Ирина Баймулкина, чемпионка Европы, уроженка Ядринского района, результатом тоже осталась довольна. Она завоевала бронзовые медали в рывке 76 килограмм и в сумме двоеборья 172 килограмма. Впервые тяжесть грифа ощутила 10 лет назад. Пришла в зал за компанию и заразилась железной болезнью. Тяжелую атлетику воспринимает как способ реализовать себя. К чемпионату России мы готовились на сборах. У нас было три сбора подряд. И я сюда уже приехала со сборов. Ближайший план у меня в октябре первенство Европы, которое будет проходить в Албании. Чемпионат России завершится 6 августа. Тогда и станет ясно, кто будет защищать честь страны на мировом первенстве. А сразу после информационного выпуска «Республика» смотрите программу «По существу». Гость студии, президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я желаю вам приятных выходных. Берегите друг друга. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!